Всем привет! На связи Якимов Игорь. В этом видеоуроке я хочу вам показать, как убрать провода от DVD к телевизору. Сейчас входит в моду вешать телевизоры на стенку, так как они стали плоские и они, когда висят на стенке, занимают меньше места. И этот телевизор зачастую приходится подключать всяким DVD к домашнему кинотеатру или к спутниковому тюнеру. Если DVD или другую аппаратуру приходится ставить на тумбочку снизу, то свисающие провода от телевизора к этой аппаратуре полностью портят внешний вид. Так что с этим делать? Если бы без всякой аппаратуры вешался телевизор, то антенную розетку и телевизионную можно поставить сразу за телевизор. Но когда еще есть другая аппаратура, то можно сделать канал в самой стене и проводить всю проводку там. Вначале я закладывал широкую гофру, но сейчас нашел более лучший вариант. Это я использую воздуховоды. То есть у нас сам воздуховод, вот вы видите, и два угловых окончания. Одно и второе. Причем, как вы видите, окончание я чуть-чуть укоротил сверху и снизу. Это позволило мне в стенке делать меньшую штрабу. Саму трубу укоротил до нужного размера. Теперь что нам остается? Только замазать гипсом сверху и снизу. А потом, уже когда будут отделочные работы, всю остальную трубу можно замазать штукатуркой. При этом через эту трубу можно проводить как слаботочные кабеля, это телевизионный провод, скарт, тюльпаны, так и сам сетевой шнур. Вы видите, на этой схеме тут будет тумбочка стоять. В тумбочке будет стоять сама аппаратура, провода будут входить в саму тумбочку, а тут будут стоять все розетки для подключения телевизора и для подключения всей аппаратуры. А тут будет стоять телевизор. И конец воздуховода будет спрятан за телевизором. Если вы собираетесь телевизор покупать не сразу, а со временем, вы можете этот конец горловины пока заклеить обоями, но не вырезать тут отверстия. То есть у нас пока будет сам воздуховод в стене спрятанный. А именно когда купите телевизор, тогда вырежете в обоях тут отверстия, и можете через него подключать его к нашей аппаратуре.